Ну а те, кто пока не попрощался со школой, могут провести летние каникулы с пользой и заработать свои первые деньги. Нынешним летом в Твери в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Тверской области» планируется трудоустроить более 5000 подростков. 76 городских предприятий и организаций уже приняли их на работу. Многие трудоустраивают молодежь не первый год. Четкие движения, ловкость рук и исполнительность. Здесь, на почте, молодые специалисты помогают сортировать корреспонденцию, архивировать документы и заносить данные в программу. Тарас, например, из почтовой династии решил следовать семейной традиции и первую работу выбрал на почте России. Мама была начальником отделения, бабушка работала тоже на почте. В отделении Чайковского, которое получается, сестра там какое-то время работала. Теперь я продолжаю традицию эту. Я прихожу, беру ящик с письмами для почтальонов, полностью его делаю, делаю накладную, отношу ящик. Если есть еще такие же ящики, беру следующий. Почта России участвует в программе трудоустройства подростков третий год. И этим летом сюда придут на работу уже 80 школьников. Для нас это важно, потому что это позволяет сформировать у подростков мнение о нашей компании вот изначально уже изнутри. И очень здорово, что у них есть возможность увидеть то, как меняется почта, меняются наши процессы и быть причастным к этому. Хочу эту зарплату потратить на оборудование, чтобы делать качественные прямые трансляции, чтобы людям было хорошо меня смотреть, приятно. Я оставил программу буквально за пару дней, а дальше как орешки щелкнул. Много чего нового узнал, например, о том, что какие-то улицы, оказывается, переименовали вообще. Я об этом даже не слышал. У каждой компании есть своя история становления и развития. А самое главное – уникальный опыт, который профессиональные специалисты могут передать молодежи. ЗАО «Хлеб»-то уже третий год подряд на работу берет с 14 лет. Многие через год возвращаются. Нравятся условия труда и зарплата. В июне здесь по программе работали 24 подростка. В июле уже 50 желающих. Прежде чем взяться за эту программу, нужно каждому руководителю самому изучить, что это за программа. Он направлен, да, на помощь непосредственно предприятию, но самое главное – мы должны сильные все-таки приоритеты расставлять на детей. Какие мы их выпустим, как они почувствуют жизнь, как они почувствуют труд. В среднем, я хочу сказать, зарплата по этим детям вышла у нас сейчас, в этом году, 22,5. Это уже чистая зарплата на руки. Это неплохо. Учитывая то, что мы в них еще вложили знания, заботу о них, и они увидели совершенно интересный завод. У меня сложно сейчас в первый раз укладывать булочки, потому что для меня это быстро. Быстрота рук, скорость, внимательность. Работа разная – от розлива воды до украшения пряников. Начинают с простого, постепенно развивая навыки. Во главе угла охрана труда и техника безопасности у каждого новичка свой наставник, а трудовые вручаются в торжественной обстановке. Я пришла сюда работать по рекомендации друзей и за заработка, и за зарплату. Вообще, чаще всего упаковка хлеба. Просто я упаковываю хлеб, складываю в контейнеры. Хочу помочь семье и заработать себе на всякие там штучки. Часть школьников отдали предпочтение работам, связанным с благоустройством города и придомовых территорий. В этом году впервые в программу трудоустройства вступили управляющие компании. ООО «РЭП-17» приняло на работу 15 человек, и мест всем желающим не хватило. Занимаются они всеми работами, которыми должны заниматься рабочие по благоустройству. Мальчики работают с удовольствием, не опаздывают, не прогуливают никто из них, вовремя все приходят на работу. Может молодежь работать и хочет работать. У нас хорошая молодежь. Евгений работает уже второе лето. Хочет заработать на новый гаджет. Работать доволен, рассуждают по-взрослому. Мужчина должен зарабатывать сам. На свои хотелки должен сам зарабатывать. Я считаю, это очень правильно. Дальше будет тяжелее, поэтому надо сейчас деньги зарабатывать, начинать. Знакомство с производством на этапе учебы в школе или СУЗИ – важный этап для профориентации молодежи. Для города Твери в 2024 году установлена квота в размере 5000 молодых людей, которых надо трудоустроить в нашей организации. Мы обратились в большое количество хозяйствующих субъектов. Более 200 организаций откликнулись. В настоящее время уже 76 организаций заключили договоры и ребята вышли на работу. Реализация программы по трудоустройству подростков будет продолжаться все лето. Обязательным условием приема на работу является регистрация на госуслугах и интерактивном портале службы занятости населения Тверской области «Работа России».